Девида Гетто Виртуальной реальности Для этого, как говорится на канале Сенсориум Корпорейшн, инженеры отсканировали лицо Дэвида от кончиков волос и до родинок на щеке Затем диджей попросили сыграть сет перед воображаемой толпой, чтобы перенести его телодвижение в VR-реальность Полгода усердных работ и перед вами аватар Дэвида Гетто В итоге он недавно сыграл свой первый диджей-сет Кстати, виртуальный концерт был организован лейблом Warner Music Ему же, по сообщению Financial Times, в июне прошлого года Дэвид за 100 миллионов долларов продал всю свою записанную за два десятилетия музыку Интересно, насколько дорогостоящим окажется творчество Гетто Аватара А вот улицы Лондона скрасил звезда группы Rolling Stones – Ронни Вуд Рок-н-ролльщик нарисовал на стене здания картину с роллингами в духе Сальвадора Дали Причем солист группы Мик Джаггер изображен на нем Нью Почему бы и нет? Это же искусство А самого себя я изобразил двухглавым, потому что по гороскопу я близнецы Но и в российском шоу-бизнесе мне обошлось без откровений Впервые за пять лет Иван Дорн выпустит новый альбом под названием Дорн Дом И выйдет он в последние минуты весны, как музыкант сообщил в своем инстаграм Ну а теперь к новостям общечеловеческой важности Китайский инженер изобрел мега-пауэрбэнк из зависти И вот как он выглядит Все по-серьезному Китайский изобретатель Хэнди Гэнг сообщил на своем канале, что завидовал друзьям из-за емкости их пауэрбанков И вот до чего довела зависть Я создал мега-пауэрбэнк, который заменяет 900 обычных И им можно подзарядить 5000 смартфонов Блогер заказал промышленный аккумулятор, поместил его в корпус с металлической рамой Оборудовал 6-10 розетками и приварил к нему колесики Так что с ним можно даже смотреть телевизор, пока рыбачишь Вот только для перемещения пауэрбанка придется поднапрячься Ну а для заряда позитива желаем вам оставаться на музыкальной волне вместе с телеканалом Бридж С вами было агентство хороших новостей Всем пока!